Всем привет! Это видео о том, что же такое SERM или управление репутацией в поисковых системах. Когда клиенты вбивают название компании в поисковой системе, либо название компании со словом отзывы, то ему вываливается какой-то список сайтов, на которых есть эти самые отзывы или информация о компании. И если компания не занимается непосредственно управлением всей этой историей, то очень часто у активной на рынке компании будет много в этой выдаче, в этих результатах неоптимальных для бизнеса результатов. То есть это будут отзывы конкурентов на каких-то сайтах, это будут отзывы каких-то недовольных уволенных сотрудников, Это будут, возможно, реальные отзывы, где недовольные клиенты оставляют какой-то негатив, что вот компания с ними что-то не то сделала, что-то не то продала, какую-то услугу оказала. И в большинстве случаев, опять же, если компания не занимается управлением своей репутацией, то эти отзывы будут не отработаны. То есть будет висеть негатив, и со стороны компании никакой реакции на этот негатив не будет. А чем же называется SERM? Если, ну, судя по названию, что это управление репутацией в поисковых системах, то это прежде всего мероприятия, направленные на то, чтобы когда пользователь вбил именно в поисковике название компании или название компании с отзывом, ему не попался негатив, а было все там хорошо, и если отзывы только положительные, все замечательно. Сейчас SERM называют гораздо более широкую услугу. Это не только вычистка поисковой выдачи, но это и управление репутацией в целом. То есть берутся большинство популярных отзывиков, либо сайтов, где есть карточки компании, где можно оставить отзыв, и идет управление целенаправленной репутацией именно там. То есть недостаточно просто вычистить выдачу, а нужно еще в местах, где скапливается какое-то общение по поводу вашей компании, нужно там работать с этим негативом. То есть нужно, как только негатив появился со стороны компании, обязательно нужно на него реагировать максимально быстро. Если вы видите, что это явная заказуха, то реагировать надо так, что отвечать, что мы по своей базе проверили, и у нас такого клиента, как вы, не было. Вот в этот период, когда вы указываете просьбы, например, указать номер договора или какие-то подробности о заказе. Ну, в общем, такой конструктив немножко внести в наезд. В большинстве случаев поддельные пользователи, эти накрученные такие отзывы конкурентами, не будут на это отвечать. И это будет одним из поводов, чтобы, во-первых, вашему другому клиенту, который попадет на эту страничку, не поверить этому отзыву, что вроде как есть негатив, а тут есть нормальный адекватный отзыв компании, на который человек никак не ответил. Скорее всего, это какой-то не очень честный отзыв. А с другой стороны, когда таким образом этот поддельный пользователь никак не среагировал на попытку диалога с ним, это лишний повод к тому, чтобы площадке, на которой это размещено, по вашей просьбе, по вашему требованию, удалить этот негативный отзыв. Такое прокатывает не со всеми, но периодически прокатывает, поэтому это нужно делать. Второе, что делают, это эти отзывы стимулируют. И здесь есть два подхода очевидных. Это честный подход и не очень честный. Честный подход – это когда вы какими-то маркетинговыми акциями или какими-то действиями подталкиваете ваших живых клиентов к тому, чтобы оставлять отзывы. Ну, например, им что-то обещаете взамен отзыва. Не говорите, что взамен позитивного отзыва, обязательно положительного. Но так как вы попросили этот отзыв специально у клиентов, которые более-менее довольны, то в большинстве случаев они будут оставлять позитивный отзыв, даже если вы просто попросили оставить любой, просто честный. И, ну, например, вы им обещаете какой-нибудь подарок или там какую-то скидку на следующий заказ, может быть. И они с радостью пойдут оставлять отзывы на тех площадках, где вы их попросили. Второй способ, не совсем честный, это когда вы отправляете своих сотрудников или сотрудников вашего подрядчика оставлять отзывы, как будто они псевдоклиенты, как будто они у вас что-то заказали. И здесь уже каждый решает сам, каким путем идти. Я рекомендую всегда идти первым путем, то есть набирать по максимуму все по-честному. То есть вычищать выдачу по-честному, набирать в первую очередь отзывы живых клиентов и так далее. Если вы исчерпали все возможности честные и негатива все еще достаточно и он не перебит позитивом, то уже можете думать о том, чтобы что-то еще поднакрутить. Но я, опять же, не рекомендую до последнего, то есть пока у вас есть честные возможности, идти надо по этому пути. Это что касается самих площадок. Что касается, возвращаясь к поисковых систем, когда пользователь набрал название вашей компании, есть способы по вытеснению этих площадок оттуда. Первое, что можно делать, это можно выталкивать в эти топы странички, которых еще нет. Например, есть, вот вы заходите на страницы ваших конкурентов или на страницы просто любых компаний крупных, точнее не на страницы, а на результаты выдачи, вбивая название компании отзыва или просто название компании. И вы видите, что у них в топах выходят, допустим, их странички в соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке и так далее. Либо их страницы на Ютубе, их каналы на Ютубе. Либо еще какие-то блоговые, допустим, платформы. Или в журнале их страничка, или еще что-то. Вы возвращаетесь в свою выдачу и понимаете, что у вас нет этих страничек. Вы идете искать и понимаете, например, что у вас группы ВКонтакте нет. Либо у вас нет канала. Либо у вас есть канал на Ютубе, но он у вас не оптимизирован под названием вашей компании. То есть он как-то называется. Допустим, вы занимаетесь башенными кранами. И у вас канал называется Клуб любителей башенных кранов. И про вашу компанию там ни слова нет. И понятно, что вы, наверное, кто-то из ваших специалистов пытался продвигать вас по запросу любителей башенных кранов. Но, скорее всего, нет. И тогда вы абсолютно нормально можете в название добавить название вашей компании. И тогда у вас эта страничка будет естественным образом в той или иной степени продвигаться автоматически по запросу названия вашей компании. Потому что запрос очень-очень низкоконкурентный. То есть мало кто продвигается по нему целенаправленно. Также вы можете сделать новый канал на том же Ютубе. Но единственное, что его нужно набить хоть какими-то видео. То есть какие-то презентации, презентационные видео. Возможно, какие-то интервью с вашим директором или кого-то из топов и так далее. Вот такие страницы. Вы их создаете везде, где у конкурентов такие страницы выходят, а у вас нет. И они уже и довольно быстро, в течение обычного месяца, получается значительную часть выдачи забить вот такими каналами. Ту же самую историю делают для людей, ну то есть физических лиц, либо должностных лиц. То же самое сбивается от имя-фамилия человека или имя-фамилия отчества. Есть какой-то негатив. Идете по конкурирующим филам, то есть должностным лицам, каким-то просто, не знаю, звездам или еще кто-то. К репутации, что вы хотите в поисковой системе вычистить. Вы берете аналогичных людей, допустим, если это звезда, то вбиваете примерно этого же уровня звезд, либо большего уровня, либо если это должностное лицо, то аналогичных, из других организаций и так далее. И смотрите, а какие площадки там выходят. В большинстве случаев это будут какие-то новостники, это будут порталы с интервью, это будут порталы с информацией о людях. Есть много таких, особенно если это о чиновниках говорится. И, соответственно, вы, опять же, возвращаете к себе и смотрите, а есть ли у вас там страницы. Есть ли вы на таком-то новостном портале, на таком-то, на этом агрегаторе, на этом. И что вы делаете? Вы просто планомерно начинаете идти по этим площадкам. Выбираете сначала самые часто используемые, которые чаще всего у конкурентов встречаются, потом менее-менее-менее, забивая таким образом выдачу с собой. Потому что если вы взяли какую-то одну из топовых площадок новостных, например, и написали нормальную, ну, такую более-менее не суперхвалебную, но нейтральную статью, а еще если вы смогли сделать так, что сама статья получилась ругательная немного по заголовку и такому старту, а когда пользователь читает дальше, он понимает, что вроде как все там в порядке, никакого особо криминала там нет. И тогда эта статья будет за счет заголовка выталкиваться в топ, за счет того, что ее первая часть будет более-менее такая живенькая и подводящая вроде как к негативу, она будет набирать время просмотра, то есть пользователь не будет сразу оттуда уходить. А в конце он будет доходить до того, что вроде все в порядке, мы все проверили, у этой компании, у этого человека все чисто в этой области и так далее. Это будет с одной стороны ослаблять негатив и улучшать отношение к вам как к компании или как к человеку, а с другой стороны это будет вычищать выдачу, и когда в следующий раз следующий пользователь наберет название вашей компании или название или фио человека, то он в топе просто не увидит или увидит минимум негатива, и его пока еще не до конца сформировавшееся представление о человеке будет гораздо-гораздо более позитивным. Вот что такое SERM или управление репутацией в поисковых системах. Если у вас остались по этому поводу вопросы, пишите в комментариях под этим видео, ставьте колокольчик, подписывайтесь на канал. Счастливые друзья, пока! Субтитры сделал DimaTorzok